Главное, что... Время, может быть, не хватило, поэтому сегодня продолжение. Итак, дорогие друзья, вам слово. Ну, у меня, как бы, к Олегу в первую очередь вопрос. Если он чувствует в прошлый раз недосказанность, то, как бы, я думаю, что есть смысл. Ну, я на самом деле идею Олега слышу уже лет 10 точно. То есть и первые эфиры с Олегом на глобальной волне, они начинались именно с того, что Ярослав ходил с Рыбниковым, с Олегом по патентным бюро всяким и пытались там что-то совместно регистрировать, я так помню. И тогда еще в эфирах достаточно подробно описывалась концепция, ну, на мой взгляд, такая прорывная, правильная концепция соединить интеллектуальную собственность в некий общий котел. И дальше искать партнеров-инвесторов не на конкретного изобретателя, а на некий большой котел изобретений. Ну, русская сказка о том, как солдат варил кашу из топора. То есть, как бы, ингредиенты появляются в процессе варки, как бы, каши. Вот. В принципе, ну, все, это все. То есть, и Олег достаточно подробно, на мой взгляд, позавчера в течение четырех часов эту идею, как бы, доносил до зрителей. Но я так понял, что есть какие-то еще люди, зрители, которые, ну, там, не до конца это дело приняли, восприняли, не знаю, может быть. В общем, Олег, если у тебя есть ощущение недосказанности или прерванного рассказа, то я думаю, что, ну, как сказать, в режиме мягкого перехода ты начнешь, закончишь мысль, а потом я сделаю свою презентацию, о которой я напросился, можно сказать, к Ярославу. А потом, после моей презентации, мы можем уже совместно дискутировать и, включая зрителей, то есть, уже что-то обсуждать. Вот мое предложение. Ну, хорошо. Хорошо. Можно начать, да, наверное? Ну, если Ярослав, он модератор у нас. Да, конечно, давайте начинаем. Все окей. Тогда мы слушаем сначала Олега, и потом слушаем меня, и потом уже дискутируем вместе. В общем, смысл такой, что сегодня на территории Российской Федерации существует плотная дезинформация относительно, в частности, патентного и авторского права. Мы наблюдаем такое явление, как торговлю. И Россия погружена в торговлю в течение последних 30 лет. Специалисты называют это рынком. Но кроме рынка, существует еще нерыночная сфера. Это монополия. Пожалуйста, не путайте там с какими-то явлениями или инструментами запретительными или ограничительными, типа антимонополии. Есть право собственности, а есть исключительное право. Это два различных раздела права. Право собственности регулирует частную собственность. Хотя определение частное очень размытое. Частное не личное. Частное может быть государственным. То есть частный государственный интерес – это дипломатический термин. И вообще частное – это то, что не публичное. И когда популяризируется мысль, что там частная собственность, это какой-то бред на самом деле. Сегодня современность погружена в рынок. И рынок – это свободная торговля. А свободная торговля – это, можно сказать, народное достояние. То, что высвобождено в народное достояние. То, что можно покупать, продавать свободно. Но то, что можно покупать и продавать свободно – это все старое. Старое или что-то такое естественное, типа сельского хозяйства. Хотя и в сельском хозяйстве есть исключительные объекты исключительного права. Так вот, сама экономика, по моему разумению, она начинается вообще с чего? То есть хозяйственная деятельность. Вообще все, что мы видим на сегодняшний день. Мы же разговариваем сейчас по устройству гаджета, допустим, через интернет. Это что-то придумал. То есть существует автор, а это изобретение. Вот это вот изобретение мы все видим вокруг. От телефонов, от компьютеров, от столов, от мебели, от кухонной аппаратуры. Все-все, от бытовой техники. Все, что мы наблюдаем вокруг себя, это когда-то было изобретением. Это кто-то изобрел. И у этого есть автор. И существует такой, начиная с 1600 какого-то года, несколько веков, существует общественный договор. Вообще, под государством, в моем понимании, это есть общественное государство, есть некий общественный договор. Но это я так думаю про себя и в некотором смысле надеюсь. Но в последнее время разуверился в этом деле в отношении государства. Так такового, по-моему, Российской Федерации, это не государство, по-моему, разумею. Так вот, общественный договор наделяет автора приоритетом, привилегией. Вот ты что-то придумал новое. Допустим, нарисовал картину или создал какой-то научный труд или произвел какое-то изобретение. И общественный договор наделяет тебе привилегией. То есть, поощряет твою деятельность таким образом. Эта привилегия, она выражается в исключительном праве во времени, в факторе времени. То есть, тебе дается определенное время. И в это время, в течение этого времени, никто не имеет права торговать тем, что ты изобрел, создал. Могут торговать только с твоего разрешения. Но так как торговцам это невыгодно, они вкладывают средства в дезинформацию, в создание дезинформационного пространства, что это все плохо. На самом деле, патентный и авторский договор, он защищает автора и защищает только в отношении экономики. Мы на сегодняшний день слышим по поводу авторских патентов толкование от экономистов. И это одностороннее понимание предмета. Для них в большей степени это невыгодно. Но хотя с какой стороны они находятся, они продают или покупают? Это как вот есть такой анекдот еврейский. С какой стороны ты арифметику получишь? Со стороны продавца или со стороны покупателя? Им это невыгодно, и поэтому они это хаят. Им нужна свободная торговля. Так вот, для свободной торговли существует промежуток, период времени, который называется исключительным правом. Это как раз промежуток времени, период времени, когда автора наделили вот этим временем исключительного права на то, что он произвел. Понятно, что там, где есть автор, там есть авторский коллектив или коллектив сподвижников. Этот коллектив сподвижников наделяется по обладанию. Этот коллектив может быть выражен в какой-то организации, в компании, в какой-то маленькой компании, в большой компании или корпорации. Огромные, национальные или наднациональные корпорации. Таким образом, вся экономика, начало экономики – это исключительное право. Когда проходит этот промежуток времени, и это право высвобождается, объект высвобождается в народное достояние. У полезной модели это 7 лет, у изобретения 20 лет, у промышленного образца это 25 лет с продлением, в смысле. Так вот, 25 лет – это срок поколения и морального устаревания. И после 25 лет изделия в промышленном образце, то есть вот сама суть телефона, сама начинка – это изобретение, полезная модель. А сама форма телефона – это промышленный образец. Так вот мы, потребитель, видит промышленный образец. Он не видит изобретение, потому что изобретение внутри телефона, внутри формы. Изобретение формации, внутри формы. Обычно потребитель на это не обращает внимания, хотя он характеристики учитывает при потреблении того и того изделия, устройства. Так вот, рынок – это когда все высвободилось. То есть рыночная экономика – это самое последнее в экономике, что может быть. И это право собственности. А монополия – это исключительное право. Это не право собственности. Это исключительное право национальное. То есть у России свое исключительное право. У Великобритании – свое. У Японии – свое. У Америки – свое. И эти страны в мировой компиляции соревнуются между собой. Если, допустим, в Советском Союзе был открытый химический элемент, на базе этого химического элемента были созданы материалы или какие-то вещества. На основе этих материалов были созданы какие-то производственные и промышленные линии. Вся промышленность на этом строится. Вот это исключительное право, оно умалчивается на сегодняшний день, в частности, и спецслужбами. Потому что спецслужбы, они как бы заинтересованы, но они получают средства. Они живут за счет финансов, кого? В экономике. И они на сегодняшний день работают. То есть вы можете подойти к любому полицейскому или какому-нибудь военному и спросить, как сегодня на работе. Вот осознанно он тебя поправит. Он скажет, я не работаю, я служил. Если он тебе ответит, что все нормально на работе, у него в голове работа. То есть он... Олег, сейчас, секунду, я тебя прерву. Дело в том, что я сейчас проверил на Ютубе, и у нас действительно идет как бы двойной звук с таким как бы длинным эхом именно от тебя. То есть... Андрей Евгеньевич, ничего страшного, идет запись программы на компьютер, поэтому в хорошем качестве выложим. Поэтому это Олег сейчас рассказывает вам, пишется сюжет, и я его залью. Ярослав, тебе тоже просьба, свой микрофон выруби пока докладчик, а то у тебя там собаки лают, их тоже очень слышно. Если я выключу свой микрофон, то зрители в прямом эфире вообще ничего не будут слышать. А, все, понял, 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 понял. Ну, собственно, так мысли перебиваются. Ладно. Идея в том, что на сегодняшний день, почему вот мы говорим, мы не говорим о деньгах. Вот очень много комментариев о том, что вот мы там что-то ищем, какие-то деньги, надо как-то что-то отжать, как-то заработать. Мы вообще не работаем. Я вот, например, не работаю 10 лет, я тружусь каждый день. Мы ищем финансовые инструменты для того, чтобы заправить устройства. У нас есть целые гаражи, там целые склады этих устройств. Но у этих устройств нет бензина, нет топлива. И они стоят. Вот целый автопарк, который может приносить пользу, он стоит, потому что нет топлива. Нет финансов. А эти финансы, а мы специально ограничены этими финансами, потому что мы живем на колониальной территории. То есть Российская Федерация, в моем понимании, это чисто мое субъективное мнение, суждение. Это некий конкурс, направляющийся на территории Советского Союза, который существует. Потому что существует Безбанк. Я сам погружался в это дело, потому что меня начали преследовать после Крыма. Здесь местные власти их до сих пор преследуют. И я как бы углублялся в эту тему. У меня там, допустим, водительская карточка. Это служебный документ. Он недоступен человеку. Его можно посмотреть только в картотеке. Там, например, написано паспорт Советского Союза. А реквизиты приведены паспортом Российской Федерации. А указан паспорт Советского Союза. Ну так, как бы, во многих местах. То есть, общество накрыто такой пеленой Российской Федерации. И это конкурс, направляющий, у которого есть единственная задача – распродать имущественный фонд. И этот имущественный фонд, распродать имущественный фонд, и у него единственная проблема – это социальное обременение. Поэтому мы видим на сегодняшний день, как бы, то, что пенсии повышаются. Ну, как бы, старики – это вообще слезы на глазах. Они всю жизнь отдали государству. И государство, эти чиновники на сегодняшний день, которых получают, там, по 350 тысяч рублей. Короче, не хочу об этом говорить. Все прекрасно так знают. Вся страна в стрессе. Они перераспределяют существующий фонд. Вот, обращу ваше внимание, чиновники и современные предприниматели занимаются перераспределением, это очень важно, перераспределением существующего имущественного фонда. То есть, они ничего не создают. Мы можем много что распределять, в конце концов, и дораспределяться до такой степени, что 90% ценностей окажется у 1%, у 2-3%. Ну, это всем известно, да, картина. 90% – это нищие, а 1-2-3% – там супербогатые. Где выход из этого? Я привожу такой пример, когда субъект закрыт в каком-то закрытом пространстве, и у него есть некий инструментарий, известный инструментарий. Пусть это будут какие-то материальные вещи или его знания. И когда он все испробовал, чтобы выйти из этого пространства, а под пространством, у меня понимается, кризисная ситуация в стране, не только экономически, а вообще финансово, ой, хозяйственное, социальное, то нужно что-то изобрести. Это единственное, что можно что-то изобрести. То есть, надо что-то придумать того, чего не было раньше. Нужно создать некий какой-то инструмент, такого, которого не было раньше. Его можно создать путем совмещения тех инструментов, которые у тебя есть, то есть рационализировать. Или, я не знаю, впасть в какое-то состояние измененного состояния сознания путем молитвы или чего-то еще, и прийти к просветлению или озарению некому. И это некое озарение будет именно то решение, которое позволит тебе выйти из этого закрытого пространства. И это называется изобретение. То есть, изобретение, оно образует, оно что-то создает. И то, что оно создает на сегодняшний день, это информация, как минимум. А любая информация, оптимизированная, систематизированная, логический некий текст, который имеет там, допустим, научный контекст или творческий контекст. Да любой контекст логический. Это есть произведение. А произведение, наложенное на материальный носитель, это есть объект, материальный объект, то есть объект товарной массы. Сначала он регистрируется положенным образом, потому что так, никто так придумал, а так договорились. То есть, это есть некий общественный договор. То есть, в течение 400 лет общество поднимало эти темы и пыталось решить не только проблему автора, какие возникали, но и проблему тех же потребителей, что-то еще. И пришли к такому выводу, что есть некое серединное решение, которое всех устраивает. И этих устраивает, и этих устраивает. Если и эти, и эти будут соблюдать эти правила. То есть, в условиях соблюдения правил. То есть, есть некая регистрация, процедура регистрации, которая превращает объект из хаоса, так скажем, в некий объект исключительного права. Этот объект исключительного права, он оценивается. И он становится объектом имущественных отношений. То есть, вот акт образования товарной массы. Но что здесь самое главное, это то, что сам автор и его сподвижники, те, кто вокруг, они имеют первичное распределение этого объекта. То есть, они сами распределяют этот объект на свое усмотрение. И здесь мы выходим из парадигмы благополучия. Благополучие – это как фон остается. Но активная сторона – это благодать. То есть, я изобретатель. Я создал какое-то изобретение. Понятно, что я лишь только проводник на сферной информации. То есть, через меня происходит некий акт проведения этой информации. Я его просто озвучиваю. Вот в моем конкретном случае я не ученый. Я и не претендую на статус какого-то ученого. Мне очень повезло. И я счастлив, что вокруг меня есть ученые, которые могут толковать, переводить в научный формат то, что как бы из меня льется. И вот именно вот этот формат, ну как вот раньше, знаете, я не хочу громко там как-то говорить, но раньше вот есть люди, там шаманизм, слиперы, в спецслуживах были. Они входили в некое состояние измененного сознания. Не обязательно. Многие сейчас там какие-то наркотики. Нет, не наркотики. Это молитвенные какие-то вещи. Это какие-то дыхательные практики и так далее. И человек подсоединяется, через него проходит. Он просто начинает озвучивать те мысли, которые есть у каждого. Мысли есть, есть собственный ген. Просто мы замалчиваем свои мысли. А если мы их будем озвучивать, то если мы себя раскроем, если мы себя откроем миру, то те мысли окажутся на самом деле ой-ой-ой, какие интересные. И актуальны для сегодняшнего мира. Так вот, мне повезло, я попал в такую среду, что ученые, с которыми мы стали друзьями в последнее время, они просто толкуют и переводят мою информацию на научный язык. Так вот, происходит акт благодати. То есть я, изобретатель, имею возможность передать часть своего труда, долю своего труда любому, любому человеку. Но один человек маленький, он один, а общество большое. Значит, надо некому общественному образованию передать. Я могу передать общественному образованию, школе, институту, университету. То, что я сейчас говорю, то есть мы уже сделаны. За эти 10 лет мы уже это сделаны. То есть все документы... Здесь вот я просто уже пятый раз это слушаю, и у меня есть один комментарий. Я не знаю, когда сейчас или после. Ну, просто этот момент я хотел бы акцентировать и твое внимание, и зрительское внимание. Шесть минут осталось. Да, ну вот Олег сейчас заканчивает свои шесть минут. Ладно, все, я тогда не вмешиваюсь, а то я украду у него время. Про школу и институт. Школа и институт не являются общественными образованиями. Это государственные органы. То есть общественные организации это другое. Ну, сам знаешь. Я говорю, общественное собрание, некое общественное собрание, некое общественное лицо не в плане юриспиденции, хотя в плане естества образования. Хотя и школе, и университету как юридическому лицу государственному, федеральному, бюджетному и казенному У нас есть основания, то есть мы уже передавали, у нас есть документы передачи и совместного владения. Таким образом получается частное государственное партнерство. Но у нас нет частного государственного партнерства официального. У нас есть государственное частное партнерство. Министерство экономического развития производит крупномасштабное мошенничество на сегодняшний день в теме лингвистики, подмены понятия. То есть это как двукорядь, читать двукорядью. То есть есть слово можно читать слева направо, а можно справа налево, то есть задом наперед. И получается суть. И это технология нейроминистического программирования. Это инструмент мягкой силы в условиях гибридной войны. И он на сегодняшний день применен против России, против народа России. И на этом вот эти недобросовестные предприниматели, недобросовестные государственники, так называемые, они на этом обманывают население, народ обманывают. Я вот об этом хочу сказать. И нами это все дело доказано. И вот этот инструмент патентного и авторского права, это некий стратегический запас народа, который на сегодняшний день урегулирован законодательно. И я призываю, хочу достучаться до каких-то нормальных таких, в том плане, что людей, у которых есть инструментарий, есть же там какие-то политические движения, что-то еще, которые хотели бы изменить ситуацию в стране. Вот модель народного хозяйства основана вот на этом исключительно брали. Сегодня эта народная модель запущена в Китае. То есть я не говорю, что это новая совсем. Новая для России, да. Но аналог запущен в Китае. И мы видим развитие Китая. В Китае на сегодняшний день регистрируется каждое, не то что изобретение, а каждое произведение. Каждое произведение регистрируется. Картинка, открытка, все что угодно регистрируется и переводится в объект исключительного имущественного права. Вот я сегодня об этом как раз буду говорить. Это вот часть моего доклада. является основанием для эмиссии. Для эмиссии. И наш центральный банк, кто бы там что-то не говорил про ФРС, он производит эту эмиссию на основании вот этих вот нематериальных активов. И это делать можно массово. И на сегодняшний день у нас в России горы, миллиарды, услышьте меня, на сегодняшний день бесхозных нематериальных активов. Эти бесхозные материальные активы, кроме того, что мы на сегодняшний день ежедневно создаем, вот мы сейчас создаем контент. Вот этот контент, прямо вот этот файл можно зарегистрировать и оценить, пусть даже там в 100 рублей или в 1000 рублей. Все, это уже... Мы же говорим об особой регистрации. Не только на себя, только для себя, понимаете? Если для себя, то никому это не надо, потому что это твое. Надо регистрировать особым образом. То есть на себя как личное, на государственное и на международного участника. Я могу это объяснить, если будет у меня время. Это народный инструмент. И он является стратегическим запасом. Минуты 30 и трансляция прервется. Лучше логически. Завершим. Завершим. Тогда я следующую серию передаю Андрею. Андрей рассказывает свою тему. Потом мы, может, поменяемся. Может быть, мы потом в итоге-то что-то еще и скомпилируем. Тогда следующий слово твое. Сейчас я завершаю эту конференцию и присылаю вам новую ссылку. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...